Его надо заполнить. Год назад мы делали видео, в котором пытались осмыслить новую реальность, в которую нас погрузили 24 февраля 2022 года. Тогда мы говорили, как изменится реальность олигархов, жителей России, релакантов и бизнесов, но с тех пор прошёл целый год. И за год много что произошло. Откроем этот год похожим видео. Мы постараемся ответить на вопрос. Что же получила Россия от своей военной операции? Мы определённо бы жили в лучшем мире, если бы люди умели оценивать плюсы и минусы своего проекта. Будь то проект геополитического масштаба или проект по прокачке собственного бизнеса. А чтобы лично ты умел управлять своим проектом, заткнись и слушай, я хочу посоветовать, наверное, лучший канал о бизнесе и вот почему. Первое. Его ведёт рисованная обезьяна Бу. А мы знаем, что лучшие каналы в мире ведутся рисованными персонажами. Это Люба говорит. Второе. Материал подаётся сжато и не скучно. Бу нагуглил, что для гарантированной победы над конкурентом нужно стать лучше в трёх вещах. Маркетинг, продажи, продукт. Это может быть услуга или товар. Третье. Темы поднимаются важные как уже действующим предпринимателям, так и собирающимся. Второй пункт очень важный. Пойми, зачем тебе выполнять эту цель. Как тебя это приблизит к жизни твоей мечты. Здесь лучше писать то, что тебя вдохновляет. Ну и четвёртое. Это бесплатно, ёмнород. Это ж на Ютубе. Поэтому подписывайтесь на канал Амаблог, добавьте в своё инфополе по-настоящему качественного и проработанного контента. Самое материалистичное приобретение после 24 февраля – это новые территории. Их можно пощупать, посчитать и оценить. В отличие от силы и величия России. В прошлом году в состав РФ вошли ДНР, ЛНР и вот эти вот участки земли, которые я не знаю, как правильно называть, но власти их называют Херсонской и Запорожской областью. Первый вопрос. Насколько стабильны и границы новых территорий? Ну, для начала тут надо карту чуть обновить, потому что на момент написания сценария Херсон вернулся в Украину, несмотря на популярный слоган «Россия здесь навсегда». Всё может измениться и в обратную сторону, но пока новые, в России навсегдашние территории выглядят так. Второй вопрос. Какие площади мы приобрели? На данный момент мы получили под 80 тысяч квадратных километров. Это пока просто факт. Чтобы как-то относиться к этим цифрам, нужно соотнести с тем, насколько это расширяет границы империи. Общая площадь земли русской была 17 миллионов квадратных километров. То есть мы увеличили территории на полпроцента. Ну, шо это за манипуляция, ГЭП? У нас 80% непригодны для жизни из-за климатических условий. Это правда. Большая часть нашей территории либо непригодна для жизни, либо условно пригодна. Хотя даже там жизнь непростая. Раньше оценивали, что полезной земли у нас 29%, сейчас чаще называют 20%. Ну, пусть 20%. Получается, что с 17 миллионов квадратных километров общей площади мы имеем 3,5 миллионов площадей для житухи и бытовухи. А значит, Россия увеличила пригодные территории на 2,7%. Помимо этого, заполученные территории богаты природными ресурсами. Нельзя сказать, что Россия — это та страна, которая ощущает острую нехватку в углеводородах. Но если смотреть в абстракте и не учитывать всего остального, для экономики это плюс. Как вы видите, заполученные территории богаты углём, металлом, газом и нефтью. По подсчётам экспертов, Украина потеряла вот столько полезных ископаемых. Но часть утерянного Украина уже вернула. Тем не менее, так называемые «приобретения» остаются. Но насколько значительными эти приобретения, это уже другой вопрос, требующий отдельного выпуска. Но вот буквально пару примеров. Из отчётов «Бритиш Петролиум» мы знаем, что доказанные запасы угля в Украине составляют по 34 миллиарда тонн. Даже если допустить, что армия России до сих пор удерживает 63% угля, то Россия заполучила 22 миллиарда тонн запасов угля. Таким образом, Россия, по самым смелым оценкам, увеличила свои запасы на 13%. В целом это довольно много. Затем природный газ. Всё из тех же данных мы видим, что всего запаса в Украине на 2020 год было чуть больше 1 триллиона кубических метров. В России 37,4. Опять же, по самым смелым подсчётам, пусть пятую часть присвоила себе Россия, значит у России плюсом 220 миллиардов. То есть плюсом 0,6%. Помимо этого, установлен полный контроль над Азовским морем. Партия войны скажет, что это стратегически важное приобретение, обеспечивающее безопасность береговой линии от возможных потенциальных врагов. Ну и, наконец, люди. После приобретения Россия получила несколько миллионов жителей. Там с точными цифрами дикая беда по понятным причинам. Сейчас не очень стабильное время для переписи населения. Но если мы пользуемся пророссийскими данными, то получим рост населения на 6,2 миллиона. То есть население России увеличилось на 4%. Ну а ещё раз напоминаю, что вот все числа, которые я назвал, в реальности ниже. Данные были до контрнаступления. Границы меняются, люди уезжают. Но несколько грубая и преувеличенная картина у нас следующая. Россия получила. Территории, пригодные для жизни, плюс 2,7%. Запасы угля, плюс 13,4%. Природного газа, плюс 0,6%. Плюс запасы нефти и металлов. Население, плюс 4,2%. Вот в мирное время тут не было бы никаких вопросов. Ну то есть, если бы было всё однозначно. Если бы эта статистика выросла за счёт населения Дальнего Востока, новых недроразведывательных проектов и роста рождаемости. Но у нас цена этого прироста другая. Возможно, её заплатили вы или ваш близкий. Адекватна ли она решать уже вам? Если до этого мы перечисляли плюсы, события, которые мы в балансовом отчёте относим к доходам, то сейчас поговорим о минусах. На первый план выходит то событие, которое нам несколько лет преподносили как прямую угрозу целостности Российской Федерации — расширение НАТО. После 24 февраля Финляндия и Швеция резко изменили своё отношение к вступлению в военный альянс. Дело в том, что раньше нейтралитет для скандинавов был очень удобен. Как говорится, и конфетку съесть, и похудеть. У Финляндии, например, было как минимум три причины сохранения нейтралитета. Первое. Хрен нас два, можно принять решение в одиночку в этих ваших прогнивших демократиях. Дело в том, что по Конституции с 2000 года президент уже не имел права самолично определять внешнюю политику. Теперь голос имеет и правительство, что усложнило процесс. Второе. Финляндия понимала, что это вызовет гнев крупного восточного соседа. Поэтому определяла внешнюю политику с оглядкой на Кремль. Хоть большая часть финских политиков старалась публично небу затерить, но находились бунтари. Так еще в далеком 2005 году член Европейского парламента от Финляндии Ари Ватанин, надеюсь, правильно произнес имя, довольно жестко критиковал учтивость своего правительства в отношении России. Мы реагируем, как маленькая финская горничная, оглядываясь на Россию, где демократия, к сожалению, идет ко дну, как Курск. Российская подводная лодка, затонувшая в августе 2000 года. Если президент Владимир Путин в своих действиях является пленником своего прошлого, то мы не можем себе такое позволить. Ну и третье. НАТО ассоциируется с жесткой американской политикой, особенно после войны в Ираке в 2003-м. Не хотелось финам участвовать в неоднозначных движухах. При этом следить за руками. Официально вступать не хотели, но вот в Боснию, Косово и Афганистан финская армия отправляла свои войска для поддержки НАТО. Как я и говорил, Финляндия заняла очень удобную позицию, и Кремль спокоен, что Финляндия не в НАТО, но в то же время отношение сохранялось очень близкое через программу типа «Партнерство во имя мира». Ну а тут еще важны опросы населения. Само население больше 20 лет было против вступления в военный блок. Посмотрите сами. С 97-го года люди прям сильно преимущественно высказывались против военного альянса, да так, что процент «за» ходил от 17 до 32, выше не поднималось. Очень слабо повлияли события 2014-го года. Ну вот, произошло 24 февраля. И финны посмотрели на происходящее и такие «Ну нахер». Общественное мнение изменилось диаметрально. Финны увидели своими глазами угрозу для себя. Притом не гипотетическую, возможную, потенциальную, а прям глазами посмотрели. И в их глазах освободительное СВО выглядит опасно. Это прямым текстом говорит президент. Я считаю, что вступление Финляндии в НАТО – это мирный акт. Мы хотим быть уверены, что русские больше никогда не будут воевать на финской земле. Таким образом, мы вступаем в НАТО согласно статье 5 Вашингтонского договора, чтобы обезопасить себя и убедиться, что у нас есть поддержка со стороны наших союзников. Кроме того, у нас в Финляндии очень значительные вооруженные силы в сравнении с размерами самой страны. Поэтому мы также являемся гарантами безопасности для других стран НАТО. Подобная история произошла и в Швеции. Вот на экране опроса населения, где до 2022-го шведам был приятен нейтралитет. А потом, после 24 февраля, настроения резко изменились. И вот с начала 2014-го, где за вступление в НАТО высказывалось только 28%, ближе к нашему времени, мы имеем уже 64%. И я хочу подчеркнуть, что вступление этих стран в НАТО не какое-то совпадение, а прямое последствие военных действий российской армии. Это, опять же, не моё заключение или мнение. Об этом прямо говорят президенты этих стран. Финского вы уже слышали. А вот речь, премьер-министра Швеции, размещенная на сайте правительства. Европа и Швеция живут в новой и угрожающей реальности. Мы сталкиваемся с самыми серьёзными испытаниями в оборонной, внешней политике и политике безопасности со времён Второй мировой войны. Полномасштабное вторжение России в Украину привело к резкому и долгосрочному ухудшению состояния безопасности как в Европе, так и во всём мире. Что касается Швеции, то война привела к смене политической парадигмы. Отныне наша общая политика безопасности будет определяться более высоким уровнем реализма. Членство в НАТО и мощное перевооружение шведской обороны являются непосредственным следствием этого понимания. Новая политика будет характеризоваться чёткой защитой шведских национальных интересов. В настоящее время Швеция стремительно укрепляет свою оборону. Наши расходы на оборону достигнут стандарта НАТО в 2% ВВП к 2026 году. Качество и доступность вооружений растут. После нападения России на Украину социал-демократы также заняли пронатовскую позицию, возглавляемую моей предшественницей Магдаленой Андерсон. Я ценю такое единство. Способность сменить позицию и поставить интересы страны на первое место в новой ситуации достойна похвалы. Вот уж что Россия точно смогла объединить, так это партии шведов в их желании по вступлению во вражеский блок. Да, сейчас процесс вступления всё ещё обсуждается. Вступление блокирует Турция, которая пытается вытрагивать себе плюшки, но это не важно. Ведь теперь Россия уже не влияет на процесс расширения НАТО. Мнение России уже не учитывается. Раньше Финляндия и Швеция учитывала озабоченность России, но теперь, выбирая между двух зол, сделали свой шаг навстречу Североатлантическому военному альянсу. Формально только две страны не ратифицировали вступления – Венгрия и Турция, остальные дали добро. И это историческое событие спровоцировала Россия. Таким образом, вероятно, у нас появится вот такая новая граница с вражеским альянсом, а ранее нейтральная Швеция дополнительно укрепит тыл как своим вступлением, так и ростом расходов на оборону. Как говорится, гойда за гойдой. И вот что странно. Если возможное, иллюзорное вступление Украины в НАТО заявлялось одной из причин военной операции, то почему нет такой же реакции на Швецию и Финляндию? Финляндия, вон, тоже прям граничит. А вступление уже не иллюзорно. А без пяти минут как? Страны заявки подали. НАТО заявки приняли. Да и 28 из 30 стран уже ратифицировали вступление. Украина в этом смысле до 24 февраля была сильно дальше по процессу вступления. Так могут и сомнения возникнуть, что дело не в расширении НАТО, а в личном отношении одного президента к конкретной стране и особом восприятии исторической справедливости. Мне правда хотелось бы, чтобы у вас было как можно больше возможностей в этом мире. И поэтому сейчас будет интеграция про то, как можно бесплатно начать учить английский. Skyeng уже лет 100 занимается онлайн-образованием. За это время они создали классную систему обучения, чтобы учиться было не только увлекательно, как смотреть сериалы или ютуб, но и результативно, чтобы вы могли заговорить на английском, как на родном. Ведь 60% студентов преодолевают языковой барьер через три месяца. Tomorrow, tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Это все звучит круто, но вы скажете. Да еманород, а как заставить себя делать-то? Я каждый год ставлю себе цели, но что-то не работает. Слушайте внимательно. Ребята из Skyeng подготовили специальный бокс с бесплатными материалами, чтобы вы точно могли правильно поставить цели, заполнить пробелы в знаниях и прокачать свой уровень до заветного upper intermediate. Внутри лайфхаки. Чек-листы из самых употребляемых слов для разговора с иностранцами, подборки фильмов и книг. Чтобы вы точно начали читать книги и смотреть фильмы в оригинале, подборки разделены по уровням. Переходите по ссылке в описании, нажимайте заветную кнопку и погружайтесь в увлекательный мир англоязычного контента. К слову о президентах. Совсем недавно Владимир Путин сказал очень правильные слова. Видите, нашу культуру неумные люди отменяют. Все никак не дождусь, когда с этими неумными людьми разберутся. Ведь в первую очередь российскую культуру отменяют не где-то там за бугром, а у нас. В России. Как именно и за что? Увольнениями и отменами концертов за антивоенную позицию. Спектакли Тимофея Кулябина в Новосибирске отменили, а его отца уволили с поста директора театра. В Москве одним днём сменили руководителей гуголь-центра, современника и школы современной пьесы. Добрались и до звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Сначала отменили спектакль с его участием в Нижнем Тагиле, а затем уволили из МХТ Чехова. Да и на всякий случай уволили его жену. Многих граждан России, безусловно являющихся частью и драйверами российской культуры, занесли в список инагентов. Максима Галкина, Андрея Макаревича, Михаила Шатца, Оксимирона, Нойз МС, Дмитрия Глуховского, Михаила Зыгоря, Марата Гельмана, Александра Роднянского. И я думаю, что я кого-то тут точно упустил. Я уверен, что примеров отмен спектаклей, концертов и увольнений сильно больше, чем я тут озвучил. Борьба России против российской культуры развернулась нешуточная. Помимо уже перечисленного, существует еще другой список. Называется «Нежелательные артисты». Еще сюда хотелось бы добавить слова депутатов, по которым можно представить, какие настроения ходят у текущей российской власти. Я считаю, что внедрять практику, врезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу. Мое личное мнение по этому вопросу – да, необходимо. Сергей Соловьев, депутат от Госдумы от «Единой России». «Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой». Олег Матвечев, депутат Госдумы от «Единой России». Из-за антивоенных высказываний людей называют предателями и их стараются отменить. Притом не на уровне радикальных западных пользователей Твиттера, а прям на национальном, всероссийском, всегосударственном уровне. Получается, российская культура избавляется от всего антивоенного, поощряя, в том числе деньгами, лишь провоенное. Говорим привет шаманам, газманам и петросянам. События, свидетелями и участниками которых мы сейчас являемся, очень сильно прокачали национализм украинцев. «Ага, нацисты, не нацисты, бандеровцы, я знал, что ты перейдешь на правильную сторону и признаешь, что у каждого украинца в гараже стоит Бандера-мобиль». Но-но-но, у нас очень часто понятия национализм приравнивают к нацизму. Ну, или как минимум, слово «национализм» несет за собой негативный шлейф. Хотя, это не так. Этот термин вообще не имеет какого-то оценочного компонента. Он скорее близок к понятию патриотизма в русском языке. Под национализмом я имею в виду идентификацию отдельно взятого человека со целой нацией, с обществом, объединенным культурой. И вот что тут важно – пережитым опытом. Что-то подобное мы испытываем на микроуровне. Например, я сотрудник компании «АвтоВАЗ». И я себя отношу к группе работников. Они тоже меня к себе относят. У нас есть свой уникальный, пережитый опыт, которого нет у работников «Додо Пицца». Все подобные процессы в сознании на уровне страны и называется национализм. Отчего у нас в России все носятся с поиском национальной идеи? Потому что вокруг нее можно объединиться, то есть почувствовать себя сопричастным с большим количеством сограждан. В качестве национально-объединительной идеи в России используется победа СССР во Великой Отечественной войне. А атрибутом выступает Георгиевская лента. Ну, это для пример. А теперь представьте, что происходит сейчас с самосознанием украинца, который переживает происходящее. Мы, да и я думаю весь остальной мир, раньше белорусов и украинцев всех называли русскими. Говорят они на одном и том же похожем языке, недавно вот были вообще в составе одного государства, для истории страны молодые, да и ничего там особенного не происходило, чтобы различать между собой. До 24 февраля. Теперь весь мир знает, что такое Украина и чем Украина отличается от России. Но куда важнее, вот эта вот дифференциация есть у каждого украинца в голове. Теперь мы для них не единый народ, не братский народ, а вот в лучшем случае отдельные друг от друга сущности. Это я сейчас очень сильно сдерживаюсь в выражениях, как вы догадываетесь. Вообще я хотел записать видеозвонок с жителем Украины и спросить, как он относится к русскому миру. Многие отказались из соображений безопасности, и я их понимаю. Но тем не менее я договорился на аудиозвонок с Артемом, родом из Запорожья. Артем, есть ли из твоего окружения люди, которые расценивают удары по энергетической инфраструктуре, как необходимый шаг для освобождения из-под киевского режима? Нету. У меня вообще из окружения люди против этого всего. Как ты вообще видишь киевский режим? Нам часто по телевизору говорят, что освобождают именно от него. Ну, я, честно говоря, не понимаю, от чего нас освобождают. Ну, то есть, ну, нет, ну, как бы мотивы я понимаю, то есть под предлогом того, что мы там плохие, все дела. То есть я так понимаю, правительству России просто нужен повод, чтобы вторнуться. Ну, тут как бы, я думаю, всем здравомыслящим людям это очевидно. Вот, но, как бы, я четыре года последний жил в Киеве, и я могу точно сказать, ни от чего там нас освобождать не надо. Никакого там гнёта какого-то, ничего не было абсолютно. Вот. Ну, смотри, я вот, допустим, сейчас тоже, несмотря на то, что я из Украины, общаюсь на русском. Просто такая ситуация, что у нас в Украине, как бы, восточная Украина в основном разговаривает на русском, да, это русскоговорящие, а западная в основном на украинском. То есть Киев там, я бы сказал, там 50 на 50. Но в целом я с детства как бы общался на русском, ну, до сих пор общаюсь, потому что мне это привычно, да, и никто из моего окружения меня не упрекает. Более того, ну, как бы, есть люди, которые из-за ситуации, как бы, да, перешли на украинский, да, но я как бы многих понимаю. Просто иногда бывает такое, что если, допустим, как бы эта ситуация коснулась прямо, если бы коснулась меня бы прямо, да, не дай бог бы кого-то там убили или ещё что-то. А может быть, у меня тоже как бы больше в сторону там того, чтобы полностью исключить русский язык и все дела. Но в целом как бы люди адекватно к этому относятся. У меня окружение в основном тоже на русском говорит. То есть пока ты проживал даже последние 4 года в Киеве, угнетание, осуждение за то, что ты использовал русский язык, ты лично не встречал? Нет, нет, ну, не было такого. То есть все лояльно относятся. Я даже вот скажу, что у нас на работе, да, вот были такие собрания, да, вот, и часть людей говорили на русском, часть людей на украинском, все друг друга понимали, все к уважению, с уважением относились как бы. Ну, не может никакая нация испытывать братские чувства к тем, кто зимой лишает света и тепла. Когда тебе приходится выбирать торговые центры, потому есть ли там рабочие генераторы. Когда приходится узнать, что роутер можно запитать от ноутбука. И когда думаешь, а стоит ли с детьми идти в кино, если скоро прозвучит тревога. И я ведь обозначил только какие-то бытовые обстоятельства, и не поднимаю в видео более страшные и трагические события. И вот даже после упомянутого, как думаете, там будут относиться к русскому миру, русской культуре и русскому языку? Изначально я думал, что этим выпуском закрою всю тему, но потом понял, что вообще не коснулся экономики, не коснулся демографии и миграции, да даже первую главу с территориями пришлось сократить. Но благо, в нашу команду ракеты не летят, а значит, у нас есть время, и материала, к несчастью, предостаточно. Пишите в комментариях, про что я еще забыл. Вы знаете, кому отправить это видео. Увидимся на следующей встрече! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...